Сегодня опять говорим про цену XRP, а также биткоина. И да, ребята, вы все правильно услышали. Название у меня написано не случайно. То, что происходит прямо сейчас, не только влияет на XRP, это также очень сильно влияет и на биткоин. Мы поговорим с вами про цели, про то, что происходит прямо сейчас. И да, люди уже говорят об этом. Почему я держу 2 миллиона XRP? Да, вы услышали меня правильно. Я держу примерно 2 миллиона XRP. Это у меня позиция на споте, и сейчас они примерно на полтора миллиона долларов. И да, я делаю это уверенно. Делаю это все на долгосрок. Я начал добавлять в лонг позицию с 50 центов, когда мы только взлетели с 40-45 центов. Я рассказывал об этом в лайве на своем канале. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Сейчас же я хочу поговорить о целях на XRP. Почему это так важно для биткоина и для всего криптомира? Что вообще сейчас происходит? И да, вы уже знаете, XRP выиграл суд. А сейчас появились новости о том, что SEC подает апелляцию. И люди спрашивают, пойдем ли мы теперь вниз. Обратно до 40 центов. Что ж, давайте об этом поговорим. Кстати, если только присоединились, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но что более важно? Если вы хотите добавить свою позицию в XRP, может быть купить или продать, шортить или лонговать, я внизу оставлю одну ссылку. Если вы кликнете, вы получите бесплатную позицию на 1000 долларов. Кликаете, регистрируетесь. Кажется, нужно сделать депозит в 100 долларов или типа того. Так вы сможете получить бесплатную позицию на 1000 долларов. И вам даже не надо будет трогать ваши деньги для того, чтобы забрать эту позицию. Я думаю, это прекрасно так, что кликайте по ссылке внизу. А сейчас давайте поговорим о самой сути. О том, что сейчас происходит. Это у меня уровни расширения по Фибоначчи. Об этом пока что говорить мы не будем. Для начала я хотел бы поговорить с вами об этих сужающихся линиях. Некоторые люди говорят, что это симметричный треугольник. Но я это буду называть симметричный... Стоп. Сужающимися линиями. Извините, немного устал. И вот, что я насчет этого думаю, то, что мы здесь дошли до сопротивления прямо в момент, когда СЕК подал апелляцию по решению суда. И вопрос следующий. Опустимся ли мы вниз до 43-44 центов? Что ж, ответ такой. Думаю, это самый худший сценарий. При этом, я думаю, в случае, если апелляция пройдет, я думаю, что это самый худший сценарий. Я не думаю, что цена на самом деле туда дойдет. Это самый худший сценарий. Откат до 44 центов. Однако позиция у меня все еще открыта, поскольку потенциал наверху у нас, по моему мнению, по моему теханализу, гораздо больше, чем уйти вниз. И даже если мы посмотрим на последние уровни разворота, от самого дна до верха, тогда мы увидим, что уровни Фибоначчи дают нам отличную цель в 3 доллара и 4 цента. Это, дамы и господа, на следующем бычьем рынке. В случае, если XRP выиграет суд, я имею в виду последующее заседание. Я знаю, что первые они уже выиграли. И если они их выиграют в будущем, я думаю, что 3 доллара и 4 цента – это будет самый худший сценарий. И вы, возможно, скажете «Крис, я на тебя подписан уже, не знаю, несколько лет, ты фанат биткоина». И да, вы правы. Я держу большую часть своего портфеля именно в биткоине. 80%. Вторая позиция – это эфириум. Такие вещи, как XRP для меня – это просто игра. Но это релевантно для криптомира. Нам нужно понимать, что то, что происходит с XRP, влияет на цену биткоина. Краткосроки и среднесроки. В долгосроке же ничего не меняется. Это не повлияет ни на ценность, ни на цену. Но в краткосроке и среднесроке очень важно следовать за такими вещами, как фанату биткоина. Особенно, если вы торгуете биткоином. Если так, то вы должны согласиться, что это влияет на биткоин. Мы уже недавно видели хорошее движение на биткоине наверх, когда появились новости по поводу XRP. Так что да, определенно. Как биткоин фанбой, я иду за трендами. Так что делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях, что вы думаете, кто в итоге выиграет – XRP или SEC. Ну и конечно, пишите свои цели на биткоин. Если наконец-то все прояснится и биткоин пробьется через 32 тысячи долларов, я считаю, что после этого биткоин уйдет до 35-36. И уже в этом году, я уже рассказывал про эту цель на биткоине – 44 тысячи долларов. Это очень позитивный и оптимистичный сценарий. Вы знаете, что вся суть в сценариях, вся суть в вероятностях. Но все же это то, что, как я считаю, произойдет на биткоине. Огромное вам спасибо за просмотр, да мои господа. Мы увидимся совсем скоро в новом видеонаймом крипты. И как обычно, ребята, не забывайте по ссылкам внизу в описании, так вы сможете забрать бесплатную лонг-позицию на XRP, на биткоине, все это по ссылке в описании. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видеонаймом крипты. И как обычно, ребята, пока-пока.